Помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Руководители благотворительной организации, участницы форума сообщества Елена Титина на связи с самой уязвимой категорией граждан. Уже много лет она и ее коллеги оказывают поддержку молодым мамам, которые в силу поставленного диагноза испытывают трудности в социализации. Убедить человека в том, что с вирусом иммунодефицита и гепатитом С можно не только жить, но и работать. Такую задачу ставит фонд Ирины и проект «Мы вместе». Мы обеспечивали женщин молочными смесями. Мы с вами знаем, что если ребенок сыт, мама может подумать о чем-то другом. Мы проводили мастер-классы, проводили лекции по ВИЧ, тестировали, если понимали, что женщина в каком-то уязвимом положении, у нее были риски. Некоторым помогает трудоустройство. За время существования проекта рабочими местами были обеспечены десятки человек. Это только один из проектов, представленных на форуме для тех, кто действует. В этом году Самара приняла форум сообщества уже в третий раз. В нем приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, а также члены федеральной и региональной общественных палат, руководители и представители НКО, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты. В зале Дворца спорта имени Высоцкого состоялась пленарная сессия. Эксперты обсудили роль гражданского общества в России, развитие институтов общественного контроля. Открывая форум, глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил за проведение масштабного мероприятия на Самарской земле и отметил, что в ходе сегодняшних дискуссий удастся услышать важные и новые предложения по созданию условий для динамичной жизни в Самарской области. Главное богатство Самарской области – это активные неравнодушные люди. И то, что форум сообщества проходит сегодня здесь, является, конечно же, подтверждением этого важного сегодня понимания, которое есть в обществе. Без постоянного взаимодействия с гражданским обществом невозможно достигать результатов ни по одному направлению. Одной из задач, которую ставит перед собой форум сообщества, является поиск самых интересных, оригинальных, социальных, экологических и благотворительных проектов по всей стране. Сегодня на площадке форума представлено несколько очень увлекательных и захватывающих идей. И мы бы хотели, чтобы о людях, которые придумали это, узнала вся страна. По мнению экспертов, у Самарской области огромный потенциал в плане развития гражданских инициатив. Регион не только впечатляет креативными проектами. Наша область в числе лидеров по сложной работе с участниками СВО и членами их семей. Та программа, которая была создана регионом и которая позволила выстроить взаимоотношение с каждой семьей, с каждым членом семьи военнослужащего, находящегося на фронте, это, конечно, та лучшая практика, которая уже сейчас тиражируется в другие субъекты Российской Федерации, которая, безусловно, является уникальным опытом, который востребован во всей Российской Федерации. Комитет воинов Отечества совместно с правительством Самарской области провел огромную работу, заключив соглашение со всеми ведомствами, медицинскими учреждениями, уполномоченным по правам человека. Было проведено анкетирование военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, с целью выяснить, ощущают ли они помощь и заботу о своих семьях. Вы знаете, результат на самом деле ошаломляет. Военнослужащие довольны. И тем самым это поднимает боевоспособность. Военнослужащие спокойны, что дома, здесь, в Самаре о них заботятся. Форумы сообщества, проводимые в разных регионах России, стали площадкой для диалога между жителями и представителями власти. Федеральный, региональный, местный. Стало традицией проводить такие форумы с участием НКО, гражданских активистов, а также глав регионов, представителей министерств и ведомств. Во время форума в Самаре участники смогут не только рассказать о своих проектах и идеях, но и поставить перед властью вопросы, требующие решения, а также привлечь внимание чиновников к проблемам в сфере образования, ЖКХ и здравоохранения. В завершении пленарной сессии в зону СОО от Дворца спорта имени Высоцкого был отправлен гуманитарный груз в 20 тонн, собранный общественной, торгово-промышленной, нотариальной палатами региона, а также самарскими предпринимателями и волонтерами. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.